Всем добрый вечер, гости канала, подписчики. Сегодня бы хотел поговорить и объяснить, что такое секта. То есть до пришествия Иисуса Христа секта назывались такие... Это было учение и школа, это было некое свое мнение, да, то есть человек, если был такой философским уклоном, то есть он имел некое представление, там, имя Роздание, о чем угодно, это называло Ферисию. Но с пришествием Иисуса Христа, с Его рождением, секта и ересью стали называться инакомыслие, все, что отлично от учения Иисуса Христа. И это является чем-то нарицательным и имеет какой-то негативный подтекст. Апостол Павел говорил, что Иисус тоже говорил, что между нами должно быть единомыслие, любовь, чтобы мы одними устами славили Господа. И когда говорится о единомыслии, здесь нет места септи и ереси, потому что это, ну, нечто иное. Знаешь, вот я общаюсь с разными христианами, и встречаются такие люди, которые говорят мне, ты знаешь, вот пастор в моей церкви говорит вот так, а я думаю, вот так. И, ну, здесь нет единомыслия, потому что, ну, без единомыслия, да, то есть когда Иисус говорил, что когда царство разделится само в себе, то не устоит оно, оно разрушится. И многие государства, они разрушались, там, где было христианство притесняемо, там, где были именно пытки, убийства верующих людей в Иисуса Христа. Развитие технологий, они пошли не для того, чтобы человек узнал об Иисусе, он стал слушать пастыря, он смог проведать Евангелие до края земли. Вот сейчас в современном мире технологии используются для убийства, и мы можем это видеть на ярком примере, это война в Украине. Если вначале это была просто спецоперация по освобождению Украины от нацистов, это так тоже интересно придумано, то есть если я патриот Украины, и если я беру оружие, чтобы идти защищать свою семью, то меня называют нацистом, то есть, ну, чуть-чуть такое, как бы, ну, перекручено, все-таки исковеркано. Сейчас уже они не стесняются и не говорят, то есть, ну, уже как бы, уже все согласны, что это уже идет война, и в этом нету спора, что Украину пролетели в некий такой полигон, здесь, ну, как бы, не совсем здесь хорошо, да, и можно умереть, как и на поле боя, так же самое и в городе можно тоже умереть. Все находятся в одинаковой зоне риска, и нам нужно одно направление мыслей, да, как вот, как ересь она может разрушить государство или секта. То есть, когда в государстве нет единомыслия, когда президент говорит так, мы говорим иначе, мы против своего президента, которого мы выбрали, то вот с этого и начинается разделение. Нам нужно всем объединиться в этом сражении против врагов, которые зашли на наши земли с оружием, и тогда, возможно, у нас будет некий успех. У нас не получится так вот воевать, каждый там сам себе воюет, каждый сам себе начальник, каждый сам себе военкомандующий. Благоставляем нашего президента, аппарат правительственный в Украине, чтобы они по ним принимали мудрые решения, которые будут с пользой для Украины, чтобы все законы, которые против Украины, против граждан украинских, вообще против улучшения состояния Украины, они чтобы они нигде не проходили, нигде они даже не появлялись, чтобы мы законы свои знали и стоили были на стороне, чтобы нам всем было хорошо, да. Павел говорил, что молитесь за царезы начальников, мы вам проводили же стиху и безмятежную. Он не говорил, что ругайте их, и в этом нужно тоже иметь единомыслие. Поэтому своё мнение очень дорого стоит. Исторически было такое слово «ересь», выбор, например. Философская школа называлась тоже ересью, потому что это больше не слово, как бы выбор человека, то есть больше позитив, учение какое, называлось «ересь» в раннем христианстве. Это слово, оно стало негативным. Вот проанализируйте. Раньше своё мнение, знаете, много было школ философских, и это как бы нормально считалось. Кто-то того учителя взял, кто-то того, разные движения, течения, учения. Но с появлением христианского мира вдруг ересь, всякое там мучение, оно принимает другой характер. И в переводе ересь — это инакомыслие, то есть разномыслие, вот это вот раздвоение. И оно принимает уже характер секты, негативный характер. И на самом деле, о чём идёт речь? То, о чём мы с вами говорим. Раньше каждый имел своё мнение, все философы были. Ну а когда пришёл Иисус, пришёл свет, то люди поняли. И первая церковь, она сказала, не может быть инакомыслие, то есть разномыслие, кучу мнений. И это всё уже относилось, когда происходили вот эти всякие дробления, свои мнения в христианстве. Это всё называлось чем? Сектанством. Вот это и есть настоящее сектанство, когда мы действительно отступаем от первоисточника. Напиши мне, что ты об этом думаешь. Благодарю, что ты зашёл. Подписывайся на канал Султаненко. Пиши комментарии. Я читаю комментарии и участвую в диалоге. Поэтому благословение тебе. Слава Украине. Героям слава. И пусть Украина будет вся под водительством Иисуса Христа. И Божья благодать и милость она будет на Украине и на всех, кто пересекает границы с добрыми мыслями или с плохими, чтобы все эти люди принимали покаяние и читали Библию. Потому что Библия говорит, не убей. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok